Из НР, Арлых, Аргестар. Надо работать над произношением вот так правильно. Из НР, Арлых, Аргестар. Доброта моя и доброжелательность заканчивается. Сегодня ряд якобы самый инициативных граждан решили свергнуть Валентина Коновалова, руководителя республики Хакасия, честно, народно избранного. Я бы сказал, что, а это осеннее обострение, махните на них рукой и вперед, строить светлое будущее в Великой Хакасии, если бы не одно но. Вчера Сардану Авсентьеву вдруг объявили больной и требуют ее отставки, потому что она не способна выполнять свои обязательства. Очень странные истории, но сколько реально уже можно не дают людям работать? Сегодня мы здесь собрались по поводу создания группы граждан и инициативной группы, которая будет инициировать процесс отставки Валентина Коновалова с должности главы республики Хакасия. Валентина Олеговича Коновалова обязательно поддержите. Лайк, репост и добрый комментарий нужен 100%. Сейчас ему весьма непросто. Очень много работы в республике Хакасия. И давление со всех сторон только нарастает. Давайте вернемся к нашей ситуации в Хакасии. Бывший соперник Коновалова на выборах. Как намерены действовать члены группы? Прежде всего в их планах довести свою численность до 100 человек, что позволит инициировать ряд судебных исков в главе региона. Претензий накопилось немало, и каждую можно считать основанием для судебного процесса. Первое – это назначение министра природных ресурсов Арихова на свою должность. Второе – это назначение министра спорта Кретова с нарушением возрастного ценза. Третье – это перевод сельхоз земель в другой вид назначения, почему есть судебные решения. Четвертое – это нецелевая трата резервного фонда республики Хакасия. И, собственно, пятое, что можно вменить – это несоблюдение своих прямых обязанностей. Нарушение законодательства России – это одно из предусмотренных нормативными актами оснований для отзыва главы субъекта региона. Второй вариант – это референдум, инициатива о проведении которого должны поддержать 25% проживающих в регионе избирателей. Сбор подписей в поддержку референдума инициативная группа также намерена организовать. Хотя вот это все, знаете, совсем не смешно, но неужели души и совести у граждан нет? Медицина России и Хакасии на коленях сейчас. Просто не до вас со своими играми политическими. Выборы будут через три года, но подавайтесь, кто вам не дает? Кто мешает? Готовьте свою оппозиционную повестку. Кандидат у вас уже есть. Главное, чтобы не снялся в последний момент. Ну и третье, ведь все вы прекрасно знаете, что не получится собрать подписи. Сто тысяч человек должны подписаться над тем, чтобы снять Валентина Коновалова. Вы что? Сколько вы денег потратите на референдум? Ведь все же это постановочное, ненастоящее. Всем известны результаты, что ничего не добьетесь. Зачем отвлекаете правительство от работы и граждан от подготовки? Может быть кто-то к светлому празднику Новому году? У кого-то сейчас реальные проблемы с медициной. Ну не надо повестку перебивать на такую совершенную ерунду. Ну ведь себя же позорите. Ведь те, кто сидит на этом совещании, вы просто опозорились. В очередной раз. Вот это вот что за выступление? Подходим половину срока губернатора. И любого, наверное, избирателя, кто за него голосовал, наверное, должны спросить у главы, что сделано за этот промежуток времени. Тем более два года. Вот за этот период можно много что сделать. И должен быть определен вектор, определенные приоритеты. И как-то бы каждый избиратель на Хакасии ждет каких-то изменений в лучшую сторону от нашего губернатора. А в итоге практика показывает, что мы, извини, пожалуйста, падаем в какую-то яму и перспективы не просматриваются. Ладно бы, это просто человек с улицы сказал, ну это же депутат. Но есть же у нас ежегодный отчет главы о своей деятельности, который он представляет депутатом и гражданам. Ну это же все в открытом доступе. Ну никто же не скрывает от вас ничего. Есть еженедельный отчет в онлайне. Можете спросить в социальных сетях у Коновалова, что он сделал. Он вам ответит, если просто ленту полистать. Может, Коновалову нужно лично подойти к каждому, к Мяхару подойти и сказать, Александр, здравствуйте, вот я вот это сделал, вот это, вот это, вот это. Еще ни один отчет главы Хакасии не вызывал такой бурной реакции у депутатов Верховного Совета, отмечают парламентарии с большим стажем. Выстроилась целая очередь желающих задать вопрос. Председателю парламента даже пришлось ограничивать коллег, чтобы все фракции смогли получить слово. В отчете затронуты вопросы, направленные депутатами заранее и волнующие простых жителей региона. Та же самая история у Сарданы в Якутске. Якучья.Инфо обратилась за комментарием к Сардану Владимировне, которая подтвердила данные сведения. У меня проблема со здоровьем. В данное время нахожусь в Москве. Кратко прокомментировала она. На другие вопросы в связи с грядущей отставкой главы Якутска отвечать не стала. Не готова обсуждать, сказала она. Сардана Авсентьева покидает пост мэра Якутска. Официальная причина – проблема со здоровьем. С таким заголовком вышла сегодня статья на Якутии.Инфо. Позже коллеги изменили название. Сардана Авсентьева может покинуть пост мэра Якутска по причине проблем со здоровьем. Ну, то есть, вот эта вот двоякая ситуация, однозначное давление. В Москву поехала лечиться Сардана, патриотка. Да и, конечно, нет. Вызвали, что-то там объясняют, видимо. И поэтому вот это вот двойные игры тут начались. Мы-то с вами, друзья, понимаем, что это просто давление на человека. Поэтому напишите добрый комментарий. Скажите, что считаете, на самом деле здесь происходит? Я не отношу себя никакой партии. Я беспартийный человек. Никогда не вступите? Ну, никогда не говори никогда. Но пока таких планов нет. Потому что все-таки партийная, любая партийная принадлежность, она обязывает. А моя партия – это город Якутск. Ай, молодец! Да ладно, были бы среди тех, кто сейчас инициировал вот эту группу по отставке Коновалова, какие-то новые лица. Или те, кто разочаровался в Коновалове. Или отчаялся в его чистоте помыслов. Или кто-то сидящий вот там был с великими ориентирами по жизни. Но это все знакомые нам хорошо лица на протяжении всех этих двух лет. Одни говорят, как все хорошо, а другие говорят, как все плохо. А мякор говорит, как надо делать. Как бы, как градусник такой. Ну, что вы прицепились к бедному нашему губернатору, дайте ему поработать. И тут на разных телевизионных экранах Хакасии России началось вещание. Полный пи***ц. Это пи***ц. Представители Верховного Совета присоединяются к этой идее из-за рискованного бюджета на следующий год. Правительство считает, депутаты не намерены что-то менять и наступят на те же грабли. 5-21 год, такая проблема будет. Мы сегодня бюджет просто надуваем. Вот налог на прибыль сегодня просматривается в проекте бюджета более 10 миллиардов. Да его не будет. Да не будет этих денег, этих доходов там. Хакасия на стадии банкротства уже надо. Слышали, какую ерунду говорят. Депутаты присоединяются. Я не могу. Вот что на самом деле происходит. Десятки депутатов назвали весь этот флешмоб экстремизмом и написали заявление куда надо. Вот оно, официальное письмо. На протяжении 2019-2020 годов на территории Республики Хакасии сформировалась и действует межрегиональная группа, в деятельности которой усматриваются явные признаки экстремистской направленности. Она имеет четкое распределение ролей, предположительно имеет общее руководство и источники финансирования, которое при равнодушии правоохранительных органов Хакасии всех уровней систематически осуществляет действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства представителей республиканской исполнительной законодательной власти, В том числе Министерство образования, Министерство здравоохранения и иных органов исполнительной власти Республики Хакасия. Вот что на самом деле думают депутаты. Ну на кого вся вот это вот шоу постановочное вообще рассчитано? Мы же все понимаем, что Коновалов молочина, а вы просто завидуете. И все эти акции постановочные и протесты, вероятнее всего, проплачены. Ну как протесты? Один человек вышел, да? И 15 репортеров вокруг него. Просто, и главное, все побежали снимать, типа митинг, митинг, митинг. Хабаровские люди выходят, ни одного же телевизиончика федерального не было. И не пришли ни разу в Беларусь и никого. Не-не-не-не, зато тут прибежали. Революция! Свергает Коновалова. Ещё цирк, цирк, позорники просто позорят. Вот всю журналистскую деятельность позорят, ребята. И как самим ни стрёмно, ни стыдно. Ну ничего, ничего, ребят, продолжайте. Молодцы. Суд поддержит иски активистов об отставке Коновалова. Им предстоит собрать 25% подписей избирателей Хакассии. Если почти 100 тысяч человек дадут добро, состоится импичмент. И нынешний глава республики отправится в отставку автоматически. С момента, как Валентин Олегович был избран, продолжается вся эта история. Сейчас только стоило чуть-чуть ослабнуть. Чуть-чуть вот не стало хватать 24 часа в сутки, когда силы и нервы уже на пределе. Из-за нехватки ресурсов, из-за всей этой пандемии, из-за кризиса в том числе мирового. Потому что цены на те продукты, которые производит Хакассия, сейчас они упали. Вот чуть-чуть стоило стать слабее. Как все эти падальщики накинулись и пытаются в эти ошибки выковырить и продемонстрировать. Но они ошиблись. Они ошиблись, потому что есть поддержка людей. А это самое главное. У любой власти самое важное, это чтобы граждане их уважали. И чтобы граждане ощущали себя частью этой системы. А здесь это присутствует. Эти вот ребята, которые думают, что невероятную сейчас акцию провели, инициировали еще и массовый митинг за отставку Коновалова. Вот смотрите, смотри. Да только на деле-то оказалось, что это один человек с подготовленными заранее плакатами. И где-то еще 15 человек рядом бегали. Это журналисты и те, кто просто подошел посмотреть, что там за гражданин такой машет буковками. Кругом это все постановочное шоу, в котором играют на человеческих эмоциях. Под предлогом реально измученных митингов и фельдшеров. Они пытаются сформировать народный гнев. Сейчас трудно по всей стране. И они стараются всячески свалить от эти все просчеты федеральной власти на одного Коновалова. Как по мне, так это предательство граждан региона. Ну, конечно, у них ничего не будет. Вообще ничего. Даже эти 100 подписей вряд ли удастся собрать. Это первоначальный этап. Они 100 подписей собирают. Потом они должны собрать еще одну подписей. Сколько-то 100 тысяч. Как же они и пройдут первый этап. Да они и не хотят. Нет задачи Коновалова попытаться свергнуть. Есть задача просто попиариться, чтобы сейчас все такие читали, смотрели. Ну, типа это очень важно. На самом деле никому не важно. Потому что есть другие проблемы. Потому что вот сейчас есть действительно другие задачи. Нормальные, адекватные люди сейчас переживают за своих родителей. За своих бабушек и дедушек. Ну, не за тем, чтобы там как удастся Мяхару победить сейчас. На новых выборах будет ли он там баллотироваться. И что он может предложить. Свергать-то понятно. Классная, может быть, затея нормальная. Вон, в Армении свергли. И что сейчас? Карабах потеряли. Ну, то есть, ладно бы народ был против. Ладно бы. Действительно, люди были возмущены. Но все-то видят. Люди-то адекватные у нас. Все понимают, прекрасно стало лучше. Мы можем доверять власти. Мы видим чистоту помыслов этой власти. Да вообще это власть как бы. Ну, это просто часть теперь нашей жизни. Написал комментарий, тебе ответили. Пожаловался, тебе квартиру дали. В личку написал губернатору. Получил мгновенную реакцию. Ну, это разве не нормально? Так и должно же быть. Прошу поддержать Валентина Олеговича Коновалова. Лайк, репост обязательно сделайте в своей сети. Ну и напишите комментарий добрый. Пусть люди знают правду. Пока еще есть такие главы регионов, как Валентин Коновалов, надежда на развитие страны не уменьшается. Мы обязательно победим. А нам, Жехтер.